Двое украинских военнослужащих ранены на линии соприкосновения. Оба сейчас в госпитале в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. Кроме того, в результате обстрела поселка Станица Луганская ранен местный житель. Более тысячи человек остались без света из-за обрыва линии электропередач. Всего за минувшие сутки в штабе зафиксировали 8 нарушений режима прекращения огня. Незаконное вооруженное формирование дважды применили запрещенное минскими договоренностями оружие. Кроме того, за прошедшие выходные специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 659 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В Луганской области ввели обстрелы 164 раза. В Донецкой – 495. Около 7 тысяч сотрудников российских спецслужб пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. По его словам, с начала года заблокировали 15 сетей антиукраинских интернет-агитаторов. Также прекратили работу более 20 ботаферм мощностью в 150 тысяч аккаунтов. Это якобы 150 тысяч человек, которые что-то комментируют, репостят, пишут, показывают некую оценку общества тем или иным событиям. Была также беспрецедентная операция по разоблачению хакерской группировки «Армагеддон», которая непосредственно штатно находилась в ФСБ Российской Федерации, действовала с территории Крыма. Соединенные Штаты Америки призвали Россию и Беларусь не усиливать напряжение и избегать дестабилизации на границах. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге в Пентагоне. Произошло это на фоне заявления о проведении новых совместных российско-белорусских военных учений возле границы с Украиной. Они должны начаться уже сегодня. Мы не хотим видеть действий, которые были бы без причин агрессивными или дестабилизационными в без того напряженной ситуации. Россия может приостановить транзит газа в Украину в 2024 году. Об этом в интервью информационному агентству Reuters сообщил председатель правления Накнафтогаза Украины Юрий Витренко. Кремль даже не собирается начинать переговоры о возобновлении контракта, в отличие от европейских партнеров, подчеркнул Витренко. Напомню, действующий договор о транзите газа был подписан в 2019 году по итогам трехсторонних переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Мы обсуждаем это с американцами и немцами. Каждая сторона хотела бы продления соглашения о транзите, но россияне не хотят даже начинать разговор. Хоть Нафтогаз и был вовлечен в процесс сертификации Северного потока-2, у украинской стороны нет механизмов остановки решения о его запуске. Украина обратится в Международный суд, если газопроводу предоставят разрешение и сертификаты для полноценного запуска вопреки требованиям европейского права. Юрий Витренко, председатель правления Накнафтогаза Украины, в интервью информационному агентству Reuters. Новый штамм коронавируса «Омикрон» может изменить ход пандемии. Об этом интервью нашему телеканалу сказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. Ученые уже зафиксировали, что этот штамм имеет множество мутаций, которых не было у предыдущих. Однако, по словам Мухарской, чтобы понять, насколько он опасен в плане распространения, должно пройти как минимум две недели. На сегодня пока остается все то, что было. То есть вакцинация приоритетна теми вакцинами, которые есть. Но одной вакцинации недостаточно, потому что остаются все другие меры противоэпидемические, меры профилактики, которые были введены еще два года назад, как только пандемия начиналась. Нужно соблюдать и другие меры, такие как, например, проветривание помещений. Хотя очень многие к этому относятся несерьезно, но это достаточно эффективный метод профилактики и уменьшения влияния вируса на организм. Напомню, в Министерстве здравоохранения Украины подчеркивает, иммунизация – самый эффективный метод профилактики COVID-19. По данным ведомства, 94% пациентов, которых за последние три месяца госпитализировали с коронавирусной болезнью, не прошли полный курс вакцинации. Медики также призывают носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Получить ответы на все вопросы, касающиеся иммунизации и COVID-19, можно, позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экране. В Украине начало работу Бюро экономической безопасности. Это исполнительный орган, у которого не будет функций правоохранителей. Пока детективы Бюро принимают дела экономических преступлений от СБУ, нацполиции, Государственного бюро расследований и ликвидированной ранее налоговой милиции. Штат ведомства уже укомплектован на 30%. Сотрудники детективы и аналитики перед началом работы проходят специальные тесты, в том числе и на склонность к коррупции. В планах руководства Бюро на следующий год открыть филиалы в регионах. Взяли производство, детектив изучает и подключает уже аналитика для того, чтобы изучать основания внесения в единый реестр досудебных расследований, изучать, что наработано в верном направлении, чтобы было движение уголовного производства. В первую очередь акцент будет на преодолении на следственных действиях относительно незаконных проявлений, которые есть в экономике. Есть пострадавшие. Остановлено судоходство в Керченском проливе. Тысячи жителей остались без света. В оккупированном России и Крыму бушует стихия. Ветер повалил десятки деревьев в Ялте, Джанкое и Симферополе. Там же произошли и веерные отключения света. Перебои в работе интернета и мобильной связи. В Ялте из-за сильного ветра пострадали 4 человека. Также вследствие шторма одно судно затонуло и 4 сорвало с якорной стоянки. А в Керченском проливе застряло около 200 судов. По прогнозам синоптиков, шторм не утихает и сегодня. После сильных снегопадов север Испании затопило. Вследствие проливных дождей и таяния снега реки вышли из берегов. Из-за высокой вероятности наводнения местные власти призвали жителей держаться подальше от затопленных территорий и припарковать автомобили в безопасных местах вдали от реки. 30 ноября известному украинскому певцу Назарию Еремчуку исполнилось бы 70 лет. Он ушел из жизни в 95-м, не дожив до своего 44-летия. Кроме званий и наград, Еремчук получил самое дорогое для артиста – народное признание и любовь. Концерты в его честь и сейчас собирают полные залы, а песни слушают и берут в свой репертуар молодые исполнители. Каким был Назарий Еремчук для его родных и коллег по сцене, узнавала Лариса Зубенко. Хиты в исполнении Назария Еремчука моментально становились популярными и практически сразу воспринимались как народные. Один из шлягеров «Гай Зеленый Гай» стал знаменитым даже вопреки запрету транслировать его на радио. Александр Злотник и Назарий Еремчук познакомились в 1979-м. По словам композитора, свои лучшие песни он отдавал Еремчуку. О диагнозе исполнителя «рак» Александр Злотник догадывался еще до того, как сам Еремчук позвонил и рассказал о том, что летит на операцию в Канаду. Он до последнего считал, что победит болезнь. И даже когда ему было очень больно, он кричал, что, мол, как так? Современный мир, такая техника, медицина. Как это? Нельзя ничего сделать? Я не верю в это. Ну, он верил до последнего. Хирургическое вмешательство было сделано слишком поздно. Операция не помогла. Но Назарий Еремчук до последнего выступал на сцене. Однако после ухода из жизни самого исполнителя, его дело продолжили дети. Назарий-младший, Дмитрий и Мария. А сегодня петь учатся даже самые маленькие члены семьи. Это тоже Назарий Еремчук, уже внук известного исполнителя. Он вместе с братьями и сестрами в этом году открывает песенный фестиваль «Семья», который в память об отце организовали сыновья артиста. Это такое семейное, тёплое действо, где чувствуется та положительная, добрая, искренняя энергетика, которой так не хватает в повседневной жизни. Исполняют песни Назария Еремчука во время концерта те, кто знал его лично. Он был любим, очень любим. Эта улыбка печальная такая, она так привлекала, и всегда хотелось его обнять. И песни Еремчука до сих пор собирают полные залы любителей его творчества. Очень творческий человек, очень талантливый. И сыновья его поют очень красиво. Я уважаю его творчество, мне очень нравится, и вообще я поклонник украинской песни. При жизни Назарий Еремчук успел записать более 30 песен на украинском и русском языках. Их называют визитной карточкой украинской эстрады во всём мире. Певцу присвоено звание народного артиста Украины. И посмертно присуждена государственная премия имени Шевченко. Лариса Зубенко, Руслан Белозёров, Алексей Идрисов. Новости Украины. Украинские фехтовальщики лучшие в мире. Так решил Конгресс Международной Федерации фехтования, сообщили в Национальном олимпийском комитете. Лидером рейтинга в мужской шпаге стал бронзовый призёр 32-й Олимпиады Игорь Рейзлин. Также в марте шпажист победил на этапе Кубка мира в Казани. В женской сабле лучшие признали олимпийскую чемпионку, серебряную и двукратную бронзовую медалистку Олимпийских игр, шестикратную чемпионку мира Ольгу Харлан. Мировой рейтинг украинка возглавила уже в пятый раз. Субтитры создавал DimaTorzok